здравствуйте уважаемые друзья вопрос сегодня у нас пойдет чисто технический как вот вы смогли заметить из множества фильмов я использую вот такие губки вернее тиски а на них установлены вот такие губки это родные скажу честно это губки запасные те которые мои родные мне пришлось их отдать на переделку и по нехорошей случайности они потерялись учитывая эту ситуацию я работал на эти губках но скажу честно они у меня прослужили верой и правдой но я не стал убивать их до конца убрал и решил для себя изготовить другие вот как вы можете заметить мало чем отличаются но отличается вот эти губки от заводских если камера сможет передать то вы сможете заметить у меня изменен вот этот угол я его сделал несколько более отрицательным для того чтобы снял вот это лишнее для своих целей для того чтобы можно было более удобно добираться до определенных мест крючка всем хороши тиски но скажу честно иногда когда начинаешь изготавливать личинки всевозможные бокоплавов и других насекомых то вот возникает вот такая сейчас мы попробуем ее установить здесь чтобы вам было удобно смотреть то возникает такая ситуация что вот как вы видите мы зажали а вот добраться здесь вот мне работать уже неудобно вот если бы вот так вот убрать этот металл изначально то мне было бы несколько значительно удобнее поэтому учитывая это витал то вдруг у меня есть такой из вильнюса неоднократно спрашивал как вот если вы сможете заметить у меня они выработана плот сделана плоскость так чтобы была небольшая как бы конусность сходилась вот с небольшим вот таким вот зазором буквально до полумиллиметра и за счет этого у меня уже клин удерживает большую часть крючка они так как вот фабричных когда используется рычаг хоть ран за эти хоть этот не равномерно зажимается крючок и переходим теперь я сейчас соберу губки но для начала я вам неоднократно фильмах показывал это вот этот старый поломанный резец который купил за три копейки на базаре главное сама державка не рабочая часть но здесь эти все напайки нам не нужны вот я подобрал по толщине чтобы у меня подходил мой брусок как вы видите вон вот из этого же набора я отпустил на костре с помощью поддува вентилятором пылесосом чем угодно или же строительной монтажной лампой феном вернее я подогнал температуру себе необходимую для того чтобы отпустить и закалить вот эту рабочую часть потом себе губок поэтому мы и подготовили это я скажу честно я изготавливал на токарном станке все остальное уже я подготавливал вручную вот видно даже здесь эти штрихи которые на через уголочек на площадочку которая под руку и на точили мелком камешке аккуратненько все это потом я довел вот и все сейчас я соберу и мы увидим достоинства недостатки переделанных уже губок вот и все мы собрали наши новые губки как вы видите вот я закрепил крючок он достаточно хорошо держит звон идет и зажат он у нас правильно губким губкам достаточно комфортно и мне как я уже вам говорил относительно вот этих губок которые имеют имеют совсем другой наклон и другую площадку я уже могу аж вот до самого будем говорить так чуть ли не жало заниматься то есть мне удобно и комфортно я увеличил площадь которой с которой я работаю также вот неоднократно я показывал вот такие тиски которые вот индийские я использую их для вязания на трубках и в то же время для хороших больших стримерных крючков которые с нолями здесь я тоже вот убрал вот эту площадочку заточил под свой угол который мне необходимо поэтому когда вы занимаетесь инструментом не стесняйтесь для себя переделывать но пределах разумного потому что сами понимаете вот эту толщину нельзя нарушать потому что потом получится если у вас есть возможность даже по бокам сделайте несколько больше толщину за счет чего чтобы вот эта часть у нас не потом не отломалась но с расчетом того что я уже такое переделывал на других тисках и делал и закаливал и перетачивал и перешлифовывал поэтому проблем у меня не возникало сейчас вот я сделаю небольшую паузу установлю крючок 18 номер вы сами увидите вот как вы видите я установил крючок 18 номер ну по сравнению с этим понятное дело с этим конечно работать легче просто у меня в данный момент заказ на очень очень мелкие мушки поэтому здесь он чувствует крючок зажат достаточно удобно мне работать вполне комфортно то есть я могу уже спокойненько и до хвостика доходить делать нормальные чешские имитацию разных там ручейничка все что удобно не в нет нет так что друзья мои если как у вас будут какие-то вопросы пожалуйста я на них вам отвечу не стесняйтесь лучше конечно пишите на почту почту я вам указываю есть возможность заходите facebook facebook и я владимир сапио благодарю вас за внимание до скорых встреч